магнитик как видите свинца тут нету для тех кто любит пожестче короче хардкор короче всем привет народ весна подходит уже через два дня буквально 1 марта 27 да вот и я собрался на рыбалочку обнаружил что у меня не так много кормаков который необходимо и посмотрел докупать уже поздно идти я уже ходил на рынок уже скупил себе там все что было нужно для завтрашней рыбалки кормаков недостаточно вот и решил по быстренькому сделать свои кармаки и заодно снять видео о том как я делаю лично кармаки и так приступим это кармаки которые я лично изготавливал вот эта сетка для тех кто будет делать такого плана кармаки это сетка она идет из автомобильного воздушного фильтра вот кто знает где-то может быть кому-то не нужно кто-то выкинул берете автомобильный воздушный фильтр ну или любые воздушные фильтры и вот такие вот сетки можно туда брать вырезать и использовать чем хорош этот кормак тем что на удивление я пользуюсь не только своими кормаками конечно у меня есть фирменные заводки кормаки но вот этот кормак он интересный тем что на удивление у него очень хороший подъем и отрыва дна то есть он не волочется потек он сорвался и пошел сразу наверх классно хорошо поднимается очень удачно вес тут среднем у меня где-то около 90 грамм вот такой вот кормачок здесь есть грунтозацепы небольшие льется вот в этой вот форме сейчас я буду лечить другие грузки и но к сожалению у меня вот эта сетка закончилась я вернулся к тем кормакам которые были неудачная модель я когда-то покупал и так ими не пользовался вот это вот эти вот кормаки вот такой вот сеткой что чем меня удивили вот именно эти сетки эти грузки значит к этим я планировал пикером ловить ну так меня кто не заладилось потом я бросил и передумал для питера покупал легких за легкие кормаки с легкими грузами вот 30 грамм тут не видно я его кинул свинец думал расплавится она не расплавилась 25 грамм грузик и 50 грамм грузик оказалось что никакой это не свинец вот это просто-напросто металлическая полоска нарезанная и приклеенная к сетке вот на удивление вот у нас магнитик как видите свинца тут нет еще и не отделешь вот для меня очередное открытие век живи век учись вот ну а сейчас растопим свинец и приступим к литью непосредственно фидерных кормаков для завтрашней рыбалки поехали так ну что друзья напоминаю что при работе со свинцом мы пользуемся вытяжкой обязательно потому что испарение свинца вредные даже очень поэтому пожалуйста аккуратненько с вытяжкой или на улице значит здесь у нас проволочка специально мы сделали зацепы куда зайдет зацепи за что зацепится свинец петелька у нас в этом кормаке есть заводская поэтому я новую не делал вот и оставил родную петельку берем нашу форму вот так вот просто кладем прижимаем форму и потихонечку аккуратно не торопясь заливаем свинец лишнее естественно мы потом просто сможем срезать ножом аккуратненько и все это кормак у которого есть родная петелька сейчас мы зальем кормак без петельки с петелькой которую сделаю я вот как видим свинец наш уже практически застыл и в принципе его можно вынимать естественно сетка уже нагрелась поэтому мы его так вот раз аккуратненько вот у нас воздух получился ну ничего страшно вот у нас есть небольшие грунта сцепы вот вес такого кормака сейчас я его взвешиваю ради интереса ну вполне себе нормально 85 грамм весит такой кормак ну под наклоном нет вот 85 грамм весит такой кормак сейчас сделаем еще это я сейчас хочу сделать тяжелый кормак для скоро у нас половодья пойдет и нужны будут тяжелая груза это я хочу сделать тяжелый кормак экстра хэви для тех кто любит пожестче короче хардкор короче и берем у меня есть проволока я взял специально отложил провод зачищаем ее от изоляции именно медная почему потому что если петелька будет ржаветь она будет на первых долго не проработает надолго и не хватит а во вторых она ржавая проволока портит монтаж сам по себе и тоже загибаем обязательно края у меня было в практике когда просто скручивают а потом она вырывает на забросе вылетают аж бегом эти все вещи вот кладем сюда и прижимаем нашей сеточки вот и сейчас это дело мы зальем свинцом форма видать была влажная поэтому там внутри начался начал испаряться начала испаряться вода и как видели свинец бурлил чтобы такого не происходило но мне как бы не стрелять с него поэтому без разницы чтобы такого не происходило форму надо просушить а потом заливать свинцом куда видите среди него есть пустоты одна пустота это тоже принципе для меня это не принципиально то и хочет такое то соответственно берите ребята сначала прослушивайте форму а потом уже заливайте свиньи так ну что друзья теперь мы берем вставляем сюда обратно пластмасски которые были стояли в изначально значит эти пластмасски вставить я считаю очень нужно почему потому что они предотвращают выбивание корма при ударе об воду когда кормушка уже приводнится вот то при ударе об воду происходит то что очень часто корм выбивает здесь мы заглушили эту часть массовую до получается и я уже здесь сделал и здесь сделал соответственно вот такие вот получается у нас грузочки кормачки буквально там за несколько там десятков минут или там у кого как получается да были не непригодные к делу теперь у нас есть хорошие нормальные кормаки сейчас мы с вами взвесим сколько у нас получилось в итоге значит этот у нас весит 85 грамм этот мы сейчас взвешиваем сбросился до сбросил этот весит тоже 85 в принципе неудивительно форма одинаковая и на выходе в оконцовке как говорят у нас в некоторых регионах 110 110 и 2 по 85 прекрасные такие замечательные кормачочки с грунтозацепами вот можно уже завтра будет их использовать и попробовать ну и на этом все ребята в следующем выпуске вы увидите как это работает пока вот и и и и и Редактор субтитров А.Семкин